Камергерский переулок в Москве Театр знаменит прежде всего тем, что здесь находился легендарный художественный театр – визитная карточка Москвы. Но мало кто знает, что неприметное здание напротив театра некогда было известно не только на всю Первопрестольную, но и далеко за ее пределами. Двухэтажный домик с аркой В самый яркий период своей истории был одной из знаменитейших гостиниц в Москве – гостиницей «Шевалье». В разное время здесь останавливались Николай Некрасов, Лев Толстой, Теофиль Готье, Александр Островский, Афанасий Фет. «С восторгом узнал, что Лев Николаевич с женой в Москве и остановились в гостинице «Шевалье». «Несколько раз мне при проездах верхом по газетному переулку удавалось посылать в окно поклоны дорогой мне чете», – писал Фет в 1862 году. Гостиница так полюбилась будущим классикам, что Островский и Толстой даже описали ее в своих произведениях, не сошлись характерами и декабристы. Классическое здание в Камергерском переулке строилось в конце XVII века для князей Трубецких. После 1812 года оно перешло во владение купцу и политу «Шевалье». Предприимчивый купец решил вложить деньги в гостиницу и не прогадал. Гостиница славилась своей кухней и необычной для того времени комфортностью. В путеводителе Москвы за 1852 год гостиница «Шевалье» называлась одной из лучших в Москве. При этом добавлялось примечание – номеров 25, цена от 1 до 15 рублей в сутки, стол – рубль 50. Позднее корпус гостиницы превратился в доходный дом «Новое время» с меблированными комнатами. Здесь же разместилось ателье фотографа московских театров Канарского, для которого в 1879 году была сделана временная надстройка, сохранившаяся до сих пор. В 1920-е годы в здании размещалось издательство «Новая деревня», а в 1950-е – контора «Москнига». Позже помещение занимал Московский союз художников. Лишь в 1998 году, после указа столичного правительства, живописцы покинули здание-памятник, подлежащее реставрации. С тех пор оно пустует, и, скорее всего, в ближайшее время оно уступит свое место очередному торговому центру с подземной парковкой. Субтитры создавал DimaTorzok